Доброго времени суток, дорогие телезрители, дорогие подписчики. Добрый день, дорогой профессор. Я напоминаю телезрителям, что наш сегодняшний собеседник профессор Белорусского государственного университета, профессор Балдадыш Камбаров, и у нас есть к нему некоторые вопросы. Поэтому он сегодня уделил нам свое дорогоционное время, и мы будем с ним сегодня в течение часа или там, может, чуть побольше времени беседовать. Еще раз добрый день, дорогой профессор. Я очень рад, что мы беседуем сегодня опять о Тулушей. Это такая захватывающая тема, поэтому мне очень приятно. Я хочу сразу задать вам вопрос, чтобы не терять нам лишнее времени. Люди все-таки не хотят, чтобы их не каждые секунды пошло даром. Так что на основе социальных сетей и интернет-материалов вы это тоже читаете и вы это знаете. Даже автор некоторых статьй мы читаем тоже. Это доступно широкому читателям, многим людям, у кого есть доступ к интернету. Мы хотим узнать на основе вот этих материалов, и вы какой вывод сделали. И меня от вас узнать, и ответить на этот вопрос даже можно ответить шире, как говорится. Я лучше не буду вас перерывать, и когда вы закончите, чтобы люди внимательно слушали вас, посмотрели. Кто такие кадусы, кадуситы? Вот именно на основе вот интернет-материалов и ваш ответ на наш сегодняшний вопрос. Пожалуйста. Спасибо, Завельбули. Прежде чем я скажу, что мы о кадусе говорили в прошлый раз, более такой общий материал, а сегодня постараемся касаться непосредственно Толушан. Потому что в кадусе многие страны, многие ученые хотят использовать в изучении темы кадуси, использовать в изучении истории этногенеза твоего народа. Мы в прошлый раз об этом говорили, перечисляли эти. Кстати, для вводной части я напомню еще раз, чтобы мы знали. Грузинские ученые об этом писали. Ну, вкратце я скажу. Еврейские ученые. Значит, об этом немецкие ученые писали. Причем непосредственно касались, значит, истории своего народа. Немцы этому вопросу тоже касались. Они находили какие-то резюме, какие-то элементы, которые относящиеся к истории немцев. Также к этому вопросу возвращались иранисты, конечно. Естественно, это в Иране. А также Албаны, Кавказской Албании. Изучали это, конечно, и тюркские пантюркисты, и тюркологи. Вот сегодня мы будем говорить о более такой шире, которая всем практически доступна. Тема кадусия в интернет-материале, в электронном варианте. Все, что можно читать, что можно посмотреть, анализировать. Но прежде чем, чтобы использовать эти материалы, надо иметь собственный аппарат. Потому что, пользуясь нашим незнанием, значит, могут читателей обмануть. Или сами читатели могут не туда направить свои, как бы, внимания. В этом отношении я хочу сказать, что вот в интернет-материалах где-то до 50 мы можем найти, значит, материалы сайтов и так далее, и так далее, касающиеся кадусам. Что именно там, о чем говорится? Конечно, в первую очередь, доступный научный материал, в первую очередь, больше всего, касающийся талышам. Вот, ну нет, допустим, этногенезия, история грузинов, об этом не упоминается даже. Даже в Википедии не упоминается. И других, которые я назвал, не упоминается. Например, бросается в первую очередь в глаза, значит, Оад Кадуси. Не знаю, зрители знают об этом или нет, но это футболист. Значит, 1985 года рождения, израильский футболист. Я, честно говоря, долго искал, не находил его биографии, хотя бы где он родился, происхождение родителей. Я уверен, что эта история, которая повторилась, был такой ученый, профессор Бакинского государственного университета, значит, Вельев Тофик. Вельев Тофик, он историк, профессор, к сожалению, уже покойный. А его отчество Талыш Аглык. То есть он был из тех Талышей, которые в Азербайджане, в этих Талышские районы, которые с этнонимом на территории Талышей, он был оттуда. Поэтому, видимо, в память о своем этноэтносе, вот отец, отца назвали Талышом. Другой такой пример я приведу, значит, в социальном сети есть такой, значит, тоже с именем Кадуси. Это, значит, как бы стараются люди выяснить род свой. Нашли ли, собрали какие-то материалы в том, что Кадуси это род, какую-то историю имеет там и так далее. К сожалению, пока ничего не нашли. Я так понял, что этот сайт, это еврейский сайт, они тоже стараются найти какие-то корни, найти какие-то материалы. К сожалению, там не найден, кроме того, что, значит, называется Кадуси. Следующий материал, хочу сказать, что есть Кадуси, цитадель Кадуси. Цитадель Кадуси, мы знаем, что это находится на Талуше. Не в северном Талуше, а на южном Талуше, где Фуман, значит, где Сефидруд. И там найдены археологические материалы, то есть археологические памятники, которые раскопки провели в 1970-е годы, 61-62-е годы, которые обнаружили, если можно, материалы, покажите вот это ритон, вот это золотые, значит, эти в результате археологических раскопки найдены эти материалы. Я, у вас должны быть эти материалы. Они чередуются, пока вы разговариваете, извините, они чередуются, так что люди увидят, пожалуйста. Хорошо. Вот эти материалы, это доказывает, что 3000 лет тому назад, значит, эти городища, эти укрепления, это крепости, значит, построили именно местное население. Причем это историки, археологи доказывают, что вот этот памятник, это не просто элита, это именно правители создали вот это укрепление, был построен, потому что этот памятник слишком масштабный. И в этом отношении мы знаем по Средневековье, значит, Гильян, мы общее говорим Гильян, Талыш, Гильян, Мазандран и Гюрган, значит, в то время, значит, это делилось на две части. Поэтому до Сефидруда и после Сефидруда. Поэтому в этом отношении мы хорошо знаем по археологическим данным. И я хотел бы касаться следующему вопросу, значит, касающийся, значит, Кадуси. Это, значит, как известно, значит, это в Википедии Талышей, там несколько раз упоминается термин Кадуси. Как известно, это как предки Талышей, как один из этнических элементов, составляющий этногенез Талышского народа. Об этом я не буду говорить, потому что в основном у нас зрители все Талыши, поэтому это хорошо знают. Я не буду подробно останавливаться здесь. Следующий у нас, значит, термин Кадуси мы можем встретить в интернете. Это, значит, в Фейсбуке Кадуси, это группа, тоже создана для того, чтобы, честно говоря, я не находил корни, кто этого создавал. Но это создан, значит, в Испании, скорее всего, имеет отношение к, значит, коммерции, торговле, скорее всего, цветами. И, видимо, этот выход из нынешнего Талыша, я так подозреваю. Потому что в других народах так распространенные имена или псевдонимы Талыши, это Кадуси, я не нахожу. Следующий, значит, термин Кадуси мы в интернете можем найти. Это Кадуси.ком, тоже в Фейсбуке. Там, конечно, тоже коммерческая организация. Это тоже, видимо, выход из Талыша или иранского Талыша. Поэтому там материалов очень мало. Я не буду останавливаться. То же самое оно как бы повторяется. Следующий, значит, термин Кадуси. Хочу остановиться на том, что, значит, Иван Кадуси, как бы видно, что она, значит, вроде бы славянка. Однако информацию я не нашел и не указывает в каких-то странах. Но телефон указан, скорее всего, нашего края, то есть иранского Талыша, где вот связь можно держать. Следующий, значит, сайт Кадуси, который связан, это тоже Эле Кадуси. Значит, продает инструменты. Видимо, вот это коммерсанты из среди Талышей, которые в разных странах создают фирмы. Значит, следующий сайт Кадуси, значит, на английском и на немецком языке пишут. Значит, этот сайт, значит, это девятый уже по счету, значит, тоже результат, касающийся тоже коммерции. Поэтому даже коммерческой структурой мы не находим Кадуси представителей других народов. Это тоже один из фактов. Следующий, значит, мы остановимся на термин Кадуси, значит, в интернет-материале. Это упоминается тоже Юг Каспии, хотя создан это лингвистический сайт. Но, однако, тоже повторяется и ссылается тоже на Википедию Талышей и те авторы, которые составлены Википедию Талышей. Поэтому здесь тоже далеко мы не уходим. У вас все или есть еще? Нет, 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 еще. Пожалуйста, нет, 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 мы не торопимся, внимательно слушаем вас. Мы знаем, что Кадуси как язык лингвисты изучают. И язык Кадуси, мы как об этом говорили, если останется время, я отдельно остановлюсь над языком Кадуси. Касается и Кадуси, и Каспии, и как соседние народы. И в том числе здесь они упоминают их борьбу с медианами. Следующий, значит, о Кадусях упоминается в академических словарях о народах. Значит, там Кадуси упоминаются как академические книги, упоминаются как предки Талышей, и нынешний тоже иранский народ, который находится на южном Талыши. То есть их предки. Следующий, значит, термин Кадуси, это словарь, связанный с Талышским и Талышской историей. Это тоже касается Талышей. Следующий, значит, 14 по счету, я буду стараться всех их перечислить, потому что у кого-то, чтобы я внимательно их изучал и анализировал, может быть, какие-то сомнения возникнут. Значит, по Ближнему Востоку древние народы тоже здесь касаются непосредственно нынешних Талышей и гильянцев. Следующий, значит, 15 по счету, древний народ Передней Азии тоже о Кадусе. Я в прошлый раз говорил на передаче, что Кадусы перепутались с Хатусе, то есть Хаттами. Хатусе – это страна была. Вот об этом упоминается, однако мы сейчас знаем, что это мнение устарело уже. Следующий, значит, об артах всех вспоминают, и здесь при Ахеменидах и упоминается в советской исторической энцглобеде Кадуси как предков Талышей. Значит, история азербайджанцев, нация и язык, Кадуси, здесь очень интересно, тоже здесь упоминается Кадуси как предков Талышей. Советская социалистическая республика, Азербайджанская республика, история Талышей касается, тоже упоминает, что Кадуси – это предки Талышей. Значит, в девятнадцатом сайте Кадуси, что это означает, древний народ, тоже самое упоминается как Талыши, как предки их. Кадуси – энцглобедия Ираника, ну, мы знаем, что редактором этой энцглобедии Ираника был известный Талыш Эхсан Яршатер, академик в Нью-Йорке. Он, значит, руководил этот огромный проект, тоже на английском языке ученые, значит, руководители, то есть авторы этих статьй, которые указаны, энцглобедия Ираника, тоже указано, что они предки Талышей. – Яршатер, да, путкая земля будет ему пухом, был очень великим Талышеведом, так что, как Марсель Базин сейчас живой, вот они были, они на самом деле, вот эти две великие профессора, академики, на самом деле они очень много служили нашему народу и дали мировому историю, и связаны с Талышами многие-многие труды. – Пожалуйста, продолжайте. – Следующее понятие, значит, катуси означает контакт с Талышами, это первые, так называемые, письменные источники, может быть и древнее, но, однако, мы сталкиваемся, это, по крайней мере, у нас в наличии вот этот источник Талышами, которые, они жили на территории нынешней Талыша, но и в прилегающей территории, об этом упоминают греческие авторы, мы знаем параллельно, и о них упоминают и другие авторы антийственного периода, разные авторы, там около десяти авторов упоминают Талыши, это катуси. – Следующий, значит, термин катуси, интернет-материалы указан как сайт и можно где купить книги, то есть продаются книги. Видимо, тоже российский это сайт, видимо, это создали не наши братья азербайджанцы из Азербайджанской республики, а скорее всего создали этот Талыши выходцы оттуда. – Следующий сайт, значит, о истории катуси, материалы, конечно, википедия, непосредственно катуси, значит, википедия, здесь тоже и нам общеизвестные материалы, я не буду останавливаться подробно. Следующий, значит, двадцать четвертый катуси на английском языке, здесь упоминается, значит, на английском языке, что тоже катуси является, причем на английском языке пишут, что являются предки нынешних Талышей, которые живут в Геляне и Азербайджанской республике. – Вот, закончили, да? Как бы, вот так? – Нет, нет, еще чуть-чуть, еще. – Пожалуйста, пожалуйста, я думал, вы закончили, поэтому я думал, вопрос задавал. – Да, катуси, если можно, я продолжу потом. – Конечно, нет, продолжайте, все нормально. – Катуси, значит, упоминается следующая статья, как Медьяни, Каспий, Талыши, и наряду с ним и упоминается, что Талыши и непосредственно исторический связь, который с ним, какой связи имел исторический Талыши. – Вот здесь, кстати, и фотоальбом, но, однако, материалов очень скудные, очень мало. – Катуси, видимо, сайт тоже создали наши Талыши, скорее всего. – Потому что я очень тщательно изучаю, если какие-то даже мелкие, скажем так, факторы, я обязательно копаю, изучаю, смотрю. – Значит, 26-й сайт Катуси – это история и художественная литература Катуси, то есть в художественной литературе Катуси, там фотографии, живопись и так далее, и так далее. – Тоже фирма, видимо, названа часть племени Катуси. – Я, несомненно, подозреваю, что тоже выход из нашего края. – Это в журнале указано, в журнале, значит, «Катуси как древний тюркский этнос Азербайджана». Автор этой статьи, там, по-моему, 15, нет, 13 страниц. – Я, честно говоря, читал, я этого человека немного знаю, я еще когда работал в Академии наук в Институте истории, я его видел, молодой человек, по-моему, сейчас он, как по интернет-материалу, доктор исторических наук. – Однако я читал его работу, изучал эту работу, это статья, PDF, значит, это легко доступно в интернете, я посмотрел, однако автор здесь касается Толошей, Толош, потом Катус, и приходит к такому выводу, типа, будто они тюрки были. – Однако настолько это поверхностный материал, я об этом не буду говорить, потому что сразу видно, что после написания не только про Толошей Катусев, а также он пишет про… Я назвал, наверное, его имя Олегпер Олегперов. Он, видимо, лингвист, потому что у него исторические заключения, исторический анализ мало. Правда, он приводит античных авторов и других авторов, Фарида Мамедова, однако он приходит к такому мнению, что Катуси – это тюрки. Я хотел единственное, что сказать по этому поводу, нам в первую очередь, если он себя тюркологом считает, я не хочу его оскорбить, но я очень хотел, попросил бы у него, мы в первую очередь, если мы изучаем тюрков, мы в первую очередь составили бы этимологический словарь тюркских языков, монгольских языков, потому что по его высказываниям выходит, что в втором тысячелетии до нашей эры тюрки жили на нынешнем Толыше. Даже он приводит пример, что деревня Тюркуба, которая в Масалинском районе, как будто это талашизированная, то есть они приняли иранский язык, они стали талашами. Но это, конечно, вызывает улыбку, потому что специалисты этого периода, древнего периода, даже не будут читать такие доводы. Он также здесь приводит, я немножко остановлюсь над этой статьей, он приводит исторические факты, и прежде чем он приводит, он пишет, что история превратилась в служанку. Служанка политических сил там и так далее. Вот мы с вами, Забиль Булли, сидим вдвоем два талаша. Мы сейчас обсуждаем, пускай будет, если он себя считает тюрком, пускай будет тюрком. Но я знаю, что я его автобиографию еще знаю из детства, по-моему, это он, но я не нашел сейчас его автобиографию. Он переселенец из Армении. И он, по-моему, он тогда еще писал филологические темы, и он писал этнографические материалы. Его книга у меня есть, и в том числе он писал, и фотографии, значит, выложил у себя в книге, значит, деревня Толыш, в которой там был храм, христианский храм. Насколько это христианский, я не могу сказать. Может быть, даже за астрийского периода. Но, тем не менее, он вот указывает, что кадусы были Толышами. Но настолько это поверхностный, по крайней мере, для меня это очень поверхностный материал. Он приводит там, анализируя, значит, лингвистические материалы, некоторых словах, даже приводит такой пример, что Мугам, который указан, этот, есть сейчас у нас в наличии, как Афшаридов и потом и других династий, ну, мы знаем, что они тюркские династии, но, однако, они возглавляли, они служили иранскому государству, иранскому народу. Общее, я беру. Поэтому он приводит такой довод, что, типа, вот, офшарский вот этот, как бы, деление Мугамов, это говорит о том, что, вот, тюрки имели отношение к Мугамам. Хотя здесь мы понимаем, что те тюркские династии, которые были в Иране, они, конечно, они, в первую очередь, себя считали иранцами, а не тюрками. Это мы сейчас, мы сталкиваемся с тем, что некоторые пан-тюркисты не изучают историю нынешнего территории Азербайджана, а изучают каких-то чукчев, потом, не знаю, в Китае этих тюрков, тюркоязычных, или гагаузов, и так далее, и так далее. Конечно, об этом мы меньше будем говорить. Это своего рода, я бы сказал, болезни. Я прерву вас, пожалуй, это не научное заключение, понимаете, это, я бы сказал бы, это умозаключение. Понимаете, ну, зачем такие чушь писать, когда мировая наука этого не воспринимает? Но это же ясно дело. Давай мы перейдем на более такие. У вас есть еще ответы? Остались еще? И я могу дать вам другой вопрос, но по той же системе, как бы. Я бы хотел, я бы хотел... Есть у вас что-то сказать еще? Нет, я хотел по этому поводу, по этой статье еще кое-что говорить. Раз бы, раз не, если не интересно, зрителям будет, потому что вы лучше знаете об этом. Я тогда перестану об этом говорить. Не-не, вот заканчивайте свое. Я бы так настроен, вот как ученые вы видели, на самом деле, когда ученый настоящий видит ложь, он хочет все-таки об этом говорить и проявить свет на правду. Вот, пожалуйста, тогда продолжайте, потом я вам дам, задам другой вопрос. Вот, он ссылается на Гумилева, Лев Николаевич Гумилева, мы знаем, он тюрколог, и, пользуясь ссылкой Радлова, он пишет, что Тардуш и Толус в военном деле использовали военные руководители как левый и правый фланг, называли так. Но, однако, мне очень сомнительно, что слово Тардуш и Толус – это тюркское. И мы знаем, что тюркское название начинается от… Если по буквам брать даже, впереди у нас должны стоять не гласные буквы, а не согласные. Поэтому Толус или Тардуш – это, видимо, я хотел бы добавить для зрителей, что это, видимо, мы очень хорошо знаем, что это, видимо, заимствовано у тюрков или монголов, у скифов. Скифы дошли, мы знаем, до нынешней территории хантеманистской. Поэтому слово не сейчас, они март, мерт, мужчина, они заимствовали у скифов. А скифы, мы вообще известно, мы знаем, что это были, соответственно, и иранский, арийский народ, но они и много отдали, вот оставились отложения, если даже языковом отношении к нынешнему территории России, Дальнем Востоке и так далее, куда бы они ни доходили. В этом отношении я бы еще добавил, что Овьев, Овьев у нас, мы знаем, что русские фамилии, когда Азербайджанская республика, то есть советская социалистическая республика перестала, Азербайджанская республика, начали пан-тюркисты говорить о том, что Овьев это русские фамилии. Хотя один из политических деятелей упомянул, что Овьев это как раз тюркская фамилия. И от того, что незнание своей истории, мы перешли в Азербайджанские республики, они мечтали бы об этом, что Овьев назвать. Потому что в России сейчас, да, действительно монгольский и тюркский элементы повлияли и Овьев, то есть Эв. Вы имеете в виду окончание, да, фамилия, окончание? Ганбаров, Ганбар, Ев, значит Эв. Овьев это окончание фамилии. Это означает, значит, тюркское происхождение. То есть дом Ганбарова. Или если ваша фамилия в конце тоже Ев, значит, Эв, то есть род такого-то. В этом отношении тоже, я так понял, что могут читатели заблудиться в этом отношении. Он ссылается, естественно, Игра Ралиева, потом на историю Албании, считает, что Албаны это тюрки тоже. Ну, об этом мы не будем говорить. Я думаю, что и так все понятно. Он там в том же числе касается, значит, Албаны, типа они тюрки. И потом даже я не стал читать про, значит, скифов тоже они, я так по его взглядам понял, что они тоже окажутся турки. Мне вот интересно и для зрителей, если он был бы из Толыша, я, видимо, он писал бы совершенно по-другому. То есть на 180 градусов обратно. Хотя он в начале статьи указывает, что история превратилась на, как бы стала для политических лидеров и политических режимов как услугой, но точно так же мы видим у него в статье. Поскольку мы знаем, что во власти в государственных структурах сейчас представители того региона, поэтому им очень хочется доказать, что исключительно все азербайджаны тюрки. Я хотел, почему я это привожу, я хотел бы зрителям сказать, что больше всего не уделять на это внимание, а перейти к другим материалам. Потому что малограмотных читателей легко можно обмануть. Тем более, когда с таким чином, с таким ученым степенем доктор исторических наук, доктор филологических наук, потому что простые люди действительно очень верят этому. Я закончу тем, что вот Кадуси, там второй, вот это последний, значит, около, я сказал, значит, Кадуси, как Кеянида. Но мы знаем, что в Авесте упоминается Кеянидов, они эзотерии, эзотерии занимаются, то есть предсказанием. Мы знаем, что и предсказанием Иран, и иранский народ, и талуши в этом отношении, это их культура, это часть их культуры. Тем более, мы когда говорим о Авесте, мы тем более говорим о зарослицах. Ну, я вот бы кратко, вот так описывал, вот это интернет материалов, как относятся, и как считают вот нынешние пользователи интернетом. Спасибо вам большое. Профессор, дорогой Павлодаш Малли, теперь тот же вопрос, тот же вопрос, как говорится, только на основе научных данных, потому что вы, как ученые, у вас доступ к научным данным, которые есть, нету ни у кого, потому что вы непосредственно этим занимаетесь. Вот так, что мы хотим узнать, слушать из уст ученого тот вопрос, кто такие кадусы или кадуситы с точки зрения научных данных, которые первоисточники вы читали, вы ознакомливались и после этого делали свои заключения. Пожалуйста. Спасибо. Что касается научных данных, касающихся кадуси, мы в первую очередь остановимся здесь, значит, на лингвистическом анализе. Лингвистический анализ, мы знаем, что много школы, иранистика, не только иранист, тюркологов. К сожалению, у нас в Азербайджане и в бывшем Советском Союзе в основном тюркологи армяне. Почему они? Потому что многие, которые науками занимались или переселялись на территории Российской империи, армяне из Турции, им нечем было заниматься. Поэтому они учились, и они там тоже частично занимались наукой. И так получилось, что при Совете и до сих пор в принципе ведущие научные сотрудники тюркологов все армяне. И лучше нашим пан-тюркистам, тюркологам так называемым бы занимались действительно тюркологией, изучали его. Я еще хочу сказать вот касающиеся лингвистики в Азербайджане единственный специалист, правда не знаю он жив или нет, он со мной преподавал в Ленкаранском университете. У него есть такая книга «Орхан-Енисей-Авдаларик». «Орхан-Енисейские памятники», надписи. Вот он изучал, он из Ленкарана, но правда по происхождению он из Лерика. В Азербайджане больше я не сейчас не могу вспомнить ее фамилию, имя, отчество. Вот это и очень известная книга. Вот в Азербайджане даже не смели наши так называемые такие профессорам прикидываются люди, которые изучали бы хотя бы свой язык, хотя бы фундаментально изучали бы составить Я извинись за перерывание. Вы имеете в виду Алиса Ниджат? Нет, 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 не Алиса Ниджат. Алиса Ниджат наполовину толыш, а наполовину не знаю, по-моему он из Масалы, если не ошибаюсь. Да, значит это лингвистические материалы. Вот изучали значит Кадусев как этнос, как язык игроралиев. Кстати, я хотел бы еще добавить вот Кальвиева, мы знаем Хашим Кальвиев, он преподаватель Ленкаранского университета. Вот это Олег Перл, начиная критикуя его, я не говорю, что идеально у него материалы, и в том числе в лингвистическом направлении, критикуя его, и приводит как будто доводы, что и приходит к заключению, что Кадусе является тюрками, тюркоязычные. Значит, в этом отношении я, конечно, еще раз хочу упомянуть, значит, о Кадусев писал не только Хашим Кальвиев, но также Али Абдулиев. Кстати, он очень много использовал в своей работе. Я не говорю, что Али Абдулиев тоже идеальный высокого класса специалист. Я просто это знаю по выражению Играр Алиева, своего научного руководителя. Он говорил, что он много кустарной работой занимает. Я не хочу критиковать, это я только привожу слова Играр Али Алиева, хотя он перевел его работу, есть такая книга Кадусы. Вы, наверное, видели эту книгу. Что касается исторические материалы. Исторические материалы, конечно, касаются Толышей, Кадуси, в основном античные авторы. Античные авторы потом перерываются и сразу мы сталкиваемся с арабскими авторами. Это уже после прихода арабов. И арабские авторы пишут 11-12 века про Кадуси. И когда они пишут про Кадуси, мы тогда уже имеем другой термин дейлянцы. Тогда дейлянцы были во власти. Я могу привести массу примеров о больше 10 династиях, которые или непосредственно дейлянцы были руководящих должностях или руководили эту династию и руководили это политическое образование. Так называют их султанат, тогда были и эмират и так далее. То есть до Османской империи и на территории Ирана. В этом отношении мы находим чтобы наши зрители не путались. Кадуси тогда на политические арены больше выходят дейлянцы, то есть заменяются. Точно так же я вам приведу аналогичный пример. Например, при Советского Союза мы даже не знали о районах Шарурского района Нахчевана. Покуда из Шарура не пришли на политическую сцену Азербайджанской республики многие руководители. или в том числе мы при Совете призвали мы назвали Еразами. Ну это Ераза назвали из легких так называемых рук бакинцев, что назвали те переселенцы из Армении, которые азербайджанцы, мы так назвали азербайджанцы, которые из Еревана переселили. Вот мы даже не знали тогда о таких кланах, которые ныне во власти. Вот на политическую сцену, когда выходят такие кланы, и тогда и становится в политике более шире. Так что дейлянцы заменились с кадусами, это естественный процесс. Где-то с приходом сельджуков уже это больше идет. Почему? Потому что я могу привести просто пример при аббасидах арабского халифата. Просто саманидах. Это саманида были в Таджикистане. Или зиярида. Это на территории из Дейляма и на территории Дейляма организовали. Или джусанидов. Или дустанидов. Карматидов. И так далее или династия Бавандов. Больше всего конечно мы находим династия Буидов, которая непосредственно это их государство было. То есть мы можем легко говорить о том, что история связана с кадусами, оно легко плавно перешло к понятию дейлянцев. Буиды например господствовали они и аббасидском халифате. Вот в этом отношении очень много материалов можно. Кстати, мы недавно вели передачу в Атише и об этом широко рассказали. Правда, не на русском языке, а на азербайджанском языке. Вот, спасибо вам большое профессор. Еще один вопрос, который я буквально вчера читал одну статью, такой маленькой статью, вроде историк человек, пишет, что ошибочно считают, что Талыши есть потомки кадусов или кадуситов. Поэтому было бы целесообразно, было бы логично, как говорится, сегодня вам задать этот вопрос человеку, который непосредственно такими научными трудами занимается, Талыши и кадусы, почему кадусы или кадуситы, можно и кадусы, и кадуситы, да, как я так понял, считаются передками Талыши, наши, наши передки. Пожалуйста, ответ за вами. Спасибо, спасибо, Забибули. Я скажу, что как бы ни писали, но мы можем все говорить, но привести надо пример, привести надо факты. А какие факты? Мы вот об этом фактах сейчас говорим, лингвистические факторы, исторические факторы, которые древнегреческим авторам было все равно. Эти кадусы то Талыши, то тюрки, они не знали, что настанет время, будут писать, будут искать какие-то элементы, чтобы они стали тюрками. Хотя мы очень по-истотистски, хронологическом порядке, мы хорошо знаем, что тогда тюрков далеко еще 2000, спустя 2000 лет только они появились на нынешнем территории Кадусев. Но тем не менее дилетанты много чего могут писать. Вы знаете, есть такой европейский ученый, он писал, что один дурак скажет и сто умных профессоров даже не могут ему доказать, то, что он высказал. Понимаете, безответственное высказывание гораздо легче, но за них надо отвечать. Я как юрист, я скажу, что наше право говорить, высказать, а отвечать еще надо за высказыванием. Поэтому то, что мы говорим, то, что я говорю, за это я отвечаю. А если ответственность и высказывания, и права, наши права, не соответствуют, не рядом, тогда, вы знаете, не заслуживают эти высказывания и внимания. Поэтому я еще приведу такой пример, научный пример, то, что они толуши, это еще раз подтверждает археологические материалы. но эти материалы, я думаю, что в процессе нашего разговора вы их покажете, то, что они найдены именно на территории нынешнего толуша, нынешнего южного толуша. Мы еще не хорошо изучали археологическом смысле северный толуш, поэтому мы легко можем найти те же материалы, такие же того же периода материалы про археологические материалы на территории Азербайджанской республики. В этом отношении ученые, конечно, солидные ученые едины в мнении, что кадуси являются предками толушей. По крайней мере, мы это знаем, что термин толуш, это тоже мы привели пример, на политическом сцене. После заключения договора Тюркменчайский Гулистанский мирного договора, больше всего, конечно, после Тюркменчайского мирного договора, слово толуш, термин толуш стал активно использовать на политическом арене, потому что территория толуша, нынешняя территория Азербайджанской республики, это непосредственно находились толушские этносы, толуши там находились. И в российских учебниках, и в российских научных работах и статьях об этом очень часто не только ученые, но и политологи, и геополитики, очень много используют вот этот термин толуш. В этом отношении толуш до этого, если в источниках, и они использовали термин толуш, однако, не на таком уровне и на не столько часто. Поэтому в этом отношении кадусы тоже, да, действительно, уходят из политической арены, из исторических использования так часто, но и они переходят легко, значит, другие термины. Мы сегодня, конечно, как толуши, это после развала Советского Союза, это как бы третья волна толуши активизирует, свою историю изучает, как Олег Ключевский говорит, история повторяется. Я думаю, что, дай бог, настанет время, чтобы толуши положили себе на стол книгу «История толушей», чтобы меньше всего эти вопросы возникали. Если будет у нас на столе история толушей, это не означает, что история Азербайджана, который семитомник, наиболее это солидная работа, которая ныне есть, это не означает, что это вражская история вражеского народа. Если это так думают, значит, это далекие от науки люди. Мы в том числе история толушей, это не только история семитомника, история Азербайджана, это и в том числе история таджикского народа, история тухменского народа, история Ирана, история нынешней Турции, история Зазаки, история Грузии, история и так далее, и так далее, история России. Мы знаем, что нынешняя территория Дагестанской республики непосредственно касается кадусом, и даже термин кадусик, кстати, там тоже в историческом науке, в научном обороте часто используется. Поэтому в этом отношении я бы так кратко охарактеризовал бы связано все, что связано с кадусами. Если есть вопросы, пожалуйста. Есть, конечно, спасибо вам за такой хороший ответ. Я еще вот какой вопрос хочу вам задавать. Вы когда говорили, сказали, что если останется время, я скажу про язык кадуситов. На каком языке говорили. Если у вас есть как бы желание и минут 5-6-10 можно говорить, у нас же как бы передача уже идет к концу, пожалуйста. язык кадуситов. Спасибо, Завел Малю. Я прошлый раз я об этом говорил в нашем передаче, вкратце ответил, я помню этот ответ. Я немножко добавлю кое-какие знания, которые ученые этим пользуются. Все практически все эти нами перечисленные страны, языки, которые ученые, которые перечисляют практически все язык кадуси к иранскому языку. То есть это иранский язык. Мы это однозначно знаем. Что касается их языка, то есть у людей, у зрителей может такое представление, что вот есть язык кадуси и мы можем вот Забиль Буллим сейчас говорить. Конечно этот язык не сохранилось, потому что тогда сказки у кадусев свой Али Насир или не знаю другие как в талышском языке или Али Абдули или скажем Ханали Тулыш не были. Поэтому этот язык не сохранилось. Единственное до нас дошли слова имена которые использовали их писали и то писали они эти имена на греческом ладе то есть на греческом языке даже вот термин кадус в конце эс это латынский в конце они используют эс это своего рода характер этого языка. Как точно так же мы знаем что при Балтийской республике в основном латыше используют в конце эс. Ну вот это имя Артагресес тоже оттуда Артагресес это первоиранский талышки говорят правитель. Пожалуйста. В этом отношении конечно у нас материала очень мало по языку кадуси. Если мы поискали бы мы могли бы найти допустим мы писали бы этим логийский словарь талышского языка. Этим логийский словарь. Этим логийский словарь это не толковый словарь. Этим логийский словарь имеет разные исторические периоды развития языка. В этом отношении даже если бы наши ученые написали бы этимологический словар азербайджанского языка, нынешнего азербайджанского языка, мы знаем очень многие слова, которые в азербайджанском языке это заимствовано тоже у иранских народов и в том числе у талышей и в том числе у татов и так далее и так далее, поэтому в этом отношении, да, язык, конечно не сохранилось это не только язык кадусев также сохранился язык медиан, также сохранился, допустим, язык ну не сосанида потому что сосанида писали тексты писали наскальные остались наскальные памятники надписи, или допустим аршакитского периода остались хоть какие-то письменности остались, допустим, месопотамские какие-то памятники, римские греческие К сожалению, в этом отношении у кадусев, язык кадусев очень мало. У меня тоже было раньше представление о том, что язык, если мы говорим о языке кадусев, сейчас вот падеже будем изучать, потом будем глаголы, потом родительские, дательные, внительные, и будем исклонять там и так далее. К сожалению, когда в Петербурге я учился в специальном восточном факультете и старался по возможности изучать вот эти древние мертвые языки, я стал свидетелем, что действительно эти языки остались очень мало. Однако ученые дальше работают, продолжают работать. Например, мне приходилось изучать шумерский язык. Мы знаем, что шумерский язык это еще не до конца изучено, однако очень много предположений, и все народы хотят переписать к себе, что они предки шумеров. У Толышей у нас тоже есть определенная доля процентов, что шумеры у нас оставили определенную память, определенное языковое отложение, языковое память. Однако мы свой язык, поскольку не изучали этимологическое, этимологическое изучение языка для истории очень важно. Практически это точная наука. Все эти науки мы, конечно, сейчас применяем в ДНК-анализе. Ну вот завершая вот ДНК-анализом, значит, нынешних Толышей и там, где живут сейчас, мы куда относим, значит, Кадусев, конечно, мы однозначный ответ получаем. Более 70% мы находим ответ на то, что ученые говорили до этого. Поэтому, да, среди Толышей будет и тюрки, но их будет 1%, но будет 2%. Будут смешанные семьи. Как у нас на юридическом факультете говорили, что мне неудобно это выразить, но 115-я статья Уголовного кодекса Советского Союза, это такое насилие было. Вот в этом отношении, вот с приходом других народов, других захватчиков, вот эта статья тоже имела важное значение в этногенезе всех народов. Поэтому в этом отношении, вы знаете, чистой нацию, чистого Толыша очень сложно, как и точно так же чистого тюрка в Азербайджане найти. Правда, если мы чистого Толыша найдем где-то 70%, а чистого тюрка мы находим только до 3%. Вот в этом отношении, конечно, изучение, вот эта задача историков, эта задача ученых, мы вот это должны изучать. Спасибо вам большое. Я хочу добавить, что у нас был такой профессор, жил в Америке, Али Ибадов. Он очень великий человек был, очень хороший был ученым. Из один, так, наших разговоров он меня попросил, чтобы мы написали этмологические слова Толышского языка. Я хотел создавать рабочую группу, но как бы я уже нашел этих людей, и он обещал меня все это дело профинансировать, как бы вот спонсировать, и мы, чтобы начали работать. Вот вы знаете, это объемный труд, надо сначала словарь, потом по эти словары, и надо писать этмологические слова языка. Этмологические слова, это есть на самом деле основа языка, это все, это мы знаем. Так что, наверное, не судьба была, и Али Ибадова Бог забрал от нас, и это дело так осталось. Мы не начали его, даже нам не пришлось начать, и вот он ушел от нас. Профессор, я на такой, не хотел бы, на такой грустной ноты, я думаю, вот все-таки придется нам с вами сегодня заканчивать нашу передачу. Я вам желаю всего хорошего, и очень надеюсь, что скоро времени, но скоро времени, я это не говорю, через месяц, год, или там сколько, но все-таки придется время, мы увидим ваши труды, история толще, и это будет очень большой подарок нашему народу. Я вам желаю всего хорошего, всего наилучшего, и напоминаю зрителям, что наш сегодняшний гост был профессор БДУ, значит, белорусского государственного университета, профессор Балдадаш Камбаров, чем мы вам говорим большое спасибо, и всего хорошего вам. Я тоже, если можно в конце, на талашке межлике, да, ходу, ве сахол, аз ве шумге, аз хо дфа ба верли шагна бешеда, а ягин ги хайли чухил бедам. Меру ан юла хошвактатей авэ, ки аз, меру ба телевиде неса, хам атиша да, хам шума телевиде нена, Я когда, скажу на русском языке, я когда преподавал в Ленинкаранском государственном университете, я своим студентам тоже говорил. Я тогда учился в Петербургском университете. Я им говорил, что я учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Этот университет кодируется в мире из 20 вузов, занимает или девятое место, или двенадцатое место по уровню изучения науки в мире. Ну, я преподаю в Ленинкаранском университете, но для меня Ленинкаранский университет является номер один в мире. Потому что, когда человек душой работает, душой преподает, действительно отдача больше. И мы в результате этого получаем удовольствие. А когда у человека удовольствие, любовь к своей профессии, он, конечно, моложе становится. Он не стареет. Он духом становится молодым. Спасибо вам тоже за внимание. Спасибо зрителям. Худоу вашему обман. Буду худоу зи аэнда барномунда шумани ежен вам бакардимун. Жознем ки ежен бачима парсон хай падийон. Худоу амманат да бувамандарам. Хаоу. Хаоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова